А сейчас у нас в эфире обещанный Сергей Доренко. Путешествие по России. Сергей Доренко едет в Урюпинск. Далее со всеми остановками. Ежедневно, по будням. После 10 утра включение в утренний подъем. Подъем. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, сладкая нам Сергея. Здравствуйте. Я хотел посвятить это первое включение дорогам. Послушайте, вот это главное первое впечатление, конечно, нигде. Нет второй такой иллюстрации убожества. И где-то первой половины 20 века по уровню развития, как русские дороги, конечно. А вы предпочитаете перелетать? Ямы вы предпочитаете перелетать или медленно проходить? Нет, я берегу машину. Я из тех, кто предпочитает все-таки чуть-чуть снижать скорость до ямы. А иногда погнали? Вдруг десятки километров, десятки километров отсутствия дороги совершеннейшая. И интересно, что настоящая большая трасса Каспии М6 отличается от проселков тем, что проселки выглядят прилично, а М6 ужасно. Вот никакой разницы другой, не по обочинам, вообще никакой разницы. М6 и проселки между колхозами ровно одинаковые. Но ты всегда узнаешь, где трасса, потому что она залита какой-то соляркой, гудроном, ужасом. Она вся избита. Конечно, по ней же ездит, Сергей. А по проселочной дороге уже давно никто не ездит, наверное. Так вот поэтому. Но она не шире, чем колхозные проселочные дороги. Абсолютно не шире. Вот это ужасно. И десятками километров она непригодна к езде вообще никак. А у вас не бывает чувство, что вы потерялись? Нет? Ночью? Нет. Ночью я не езжу. Я очень боюсь ездить ночью, да. Я боюсь, что ночью кто-то шагнет в мои фары, вот прямо в лучи. Никогда не езжу ночью. Но еще очень такое, может быть, неделикатное такое наблюдение. Люди кидают в окна очень много предметов. Да? С обочином? Вообще из окна просто кидают. Люди менее интеллигентные кидают бутылки пластиковые и тяжелые предметы. А люди рафинированные, рафинэ такие, они кидают платочки носовые такие бумажные. Из этого следует, что они страшно... Так что посморкались. Они возвышенные люди, да. Они совершенно такие тонкие, тонкие люди. Вот. Еще интересно, придорожные милиционеры невероятно хороши. Поскольку жить надо, кормить надо семьи и все такое, им надо как-то кормить семьи, то они охотятся за водителями. Но принципиальное изменение по сравнению с тем, что было прежде, видимо, плохо с техникой, видимо, плохо с измерителями скорости, да и со скоростью плохо, потому что на таких дорогах развить много нельзя. Так они с биноклями... Да, но дело теперь что такое... Да, они, значит, сделали всюду сплошные, всюду сплошная. Да. Обогнать нельзя, всюду только один ряд. И милиционеры стоят на холмах, спрятавшись за своей машиной, и с биноклями наблюдают... Там видимость очень хорошая, на юг едешь, там, не знаю, 10 километров. Вот они за 10 километров тебя наблюдают в бинокль, а потом останавливают и страшно сетуют, что что же вы, вот на 4 месяца решения прав. Ну, да, это очень же денежно вдобавок, и как-то они вот так вот работают. Это милиционеры... А вас останавливали? А меня нет, потому что я взялся соблюдать правила. Я подумал странную вещь. Вот если с завтрашнего дня вдруг все русские сделаются швейцарцами, вот прям вот вдруг, то ведь эти же передорожные милиционеры останутся без хлеба насущного. Ну вот хороший же способ вы сейчас описали. Стоять и смотреть, не обгонять. А, нет, если швейцарцами... Никто же не будет нарушать, не обгонять, ничего делать. Вот по дороге в один день сделались бы швейцарскими у нас. Я бы предложила. Да, и представляете себе ситуацию, когда и люди бы сделали швейцарцами мгновенно. И тогда что бы делали... И деньги тоже бы сделали швейцарскими. Нам же нужна новая больница. Они бы пошли в разбойники, потому что им некуда было попадаться. Сергей, Сергей, а что у вас там с бензином? Как-нибудь оцените качество. Как у вас там с заправками? М6 принадлежит Лукоилу. Селиком М6, потому что все трассы по-разному устроены. И М6 принадлежит Лукоилу. Тут всюду Лукоил. Кое-где вдруг какой-то одинокий Юкос, как забытый мухомор, знаете, на тропе. На тропе огребников вдруг какой-то мухомор, который никто не подогонит. Вы, конечно же, туда заезжаете всегда, Сергей, да? А? Вы туда стараетесь заезжать? Нет, ни в коем случае. У меня дикос, верный опыт. Вот я однажды на Саврополье заправился на Юкосе, и потом чуть ли не промывать бак пришлось. Нет, только Лукоил. А сколько километров вы прошли уже? Ой, ну я прошел уже больше тысячи. Я вот гоняю тут уже больше тысячи за несколько дней. Я по городам вам отчитаю следующее включение. Но еще хотел рассказать, если есть минута, про питание. Да, хотели спросить как раз. Придорожное кафе? Придорожное кафе с туалетом на висящем замке. Куда нужно идти, височный туалет, и тебе дают ключ от навесного замка амбарного огромного. Ты открываешь, и перед тобой предстает люфт-клозет такой. Люфт? Люфт-клозет называется по-немецки. Это когда все летит туда в пропасть, в дырку. Ну вот. И после этого тебе дают невкусный салат, собранный невкусным майонезом. И в любое блюдо кладут невероятное количество кетчупа. То есть майонез и кетчуп – это секрет успеха, я так понял, у местных людей. По отдельности. Да. А настоящие кафе начинаются, когда появляются восточные люди. Кафе Заур, кафе Ахмед, кафе Махмуд и так далее. Вот там уже дают лазанью, которую они по ошибке называют… Как они называют? Хинкал они ее называют, господи. Они дают всевозможные лазаньи, талетели и всевозможную другую превосходную пасту, которую называют хинкал. А туалеты там такие же? Туалеты еще хуже, нет, в разы хуже, уже в разы хуже, уже все. Дальше уже заканчивается культура туалетов с навесными замками. Начинается культура туалетов в полуразваленных таких вот хижинах дяди Тома каких-то. Да, Сергей, у нас уже мало времени… Да, это наблюдение на дорогах. А скажите нам, пожалуйста, о чем вы же нам завтра расскажете? Какой-то тейтиномонос. Завтра я хотел бы рассказать вам про Георюпинск. Георюпинск – это место, куда я специально свернул страц, чтобы его увидеть. Завтра про Урюпинск. Хорошо, спасибо завтра вам. Спасибо большое. Счастливо, счастливо. Берем ваш номер, спасибо большое. Это был Сергей Доренко. Путешествие по России. Сергей Доренко едет в Урюпинск. Далее со всеми остановками. Ежедневно, по будням. После 10 утра включение в утренний подъем. Подъем. Итак, Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Вы у нас на линии. Мы сегодня с Катей Водина. Доброе утро. Здравствуйте. Да, ну так. Я хотел рассказать... Во-первых, я хотел извиниться, что я, как такая старая полковая лошадь, включился в 9.45 вместо 10.45. Еще страшно. Это было очень трудно. Да, я просто подпрыгнул и включился. Вот, но за час раньше. Я хотел рассказать вам про Урюпинск. Это 666-й километр от Москвы по указателю, по этим синим табличкам 666. Сворачиваешься страшного, абсолютно антигуманного шоссе, которое как будто бы шоссе, на самом деле, тропа Хошимина, это М6. Сворачиваешься на более-менее отличную трассу, что удивительно. Сразу отмечаешь, что дорога в Урюпинск, 20 километров от Везвления, она просто в разы лучше. Ну, собственно, она такая же, но never used. Она никогда не использовалась. Вот в чем дело. Она такая же, как М6, но никогда не использовалась. И приезжаешь в Урюпинск, и это кажется запредельным, потому что ты приезжаешь как бы в анекдоты, во все ужасные. Ну, а как это выглядит? Как? Это выглядит, вот это же, и ты сразу вспоминаешь все рифмы, у Рюпинска еще как рифмуется и так далее. Вот. Сначала всюду написано, значит, славянское, славянское и русское. Потом, когда обращаешь на это внимание и спрашиваешь мест, славянский камень, славянский гранит, русский гранит, русский камень, там, русское маслобойное предприятие, они, разводя руками, говорят, названия, конечно, красивые, но держат все армяне. Да. А мы видим... Потом ты едешь в гостиницу Наташа, которая не такой клоповник, как гостиница Урюпинск. Это самая лучшая гостиница? Это лучшая гостиница, топовая, топовая, всюду, правда, у самого люкса почему-то пахнет канализацией, они это разводят руками и тоже говорят, ну так получилось. Вот. Поэтому ты идешь не в самый люкс, а который чуть пониже качеством. И гостиница Наташа тоже держит армянин, тебе об этом радостно сообщат. Ты спрашиваешь, хозяйку зовут Наташей? Они говорят, нет, нет, хозяин армянин. Вот. Поэтому... А кого Наташей зовут? Потом интересная деталь в Урюпинске, они невероятно рано заканчивают свою трудовую деятельность и невероятно рано ее начинают. То есть так, как какое-то старое время, давным-давно в Советском Союзе, знаете, когда люди идут на работу к 7 утра. И рынок к 7 утра уже кипит, а уже к часу дня на рынке пара дохлых мух остается. А чем живет город Урюпинск? А? Чем живет? Это сельскохозяйственный город или там есть предприятие? Да, они маслобойкой, они занимаются маслобойкой, которую купили уже нижегородские какие-то бизнесмены. Армяне, наверное. Наверное, нижегородские армяне. Да. А еще они занимаются, вы знаете, там хорошее мясо. То есть видно, что сельское хозяйство какое-то... Люди домовиты. Все из белого кирпича. Большие дома из пеноблоков, которые даже не оштукатурены. Но все говорят, что так и надо. Вот. Невероятное, невероятное, запредельное, эпическое количество мусора вокруг хопра. То есть они выбрасывают подобное... Я когда-то держал обезьянку, она всегда, когда что-то чистила, банан или что-то, кидала мусор прямо под ноги. И вот урюпинцы подобные мои обезьянки. Они прямо кидали... Нет, вру. И я оболгал этих добрых людей. Они делают это только на хопре. Нет, они... Настенька, они относят под ноги друг к другу. Вот как было. Мы пошли на пляж. Ответьте, чем люди от обезьянок, чем отличаются. Они все с ними. Нет, все с ними. Они... Мы пошли на пляж. Там было не менее 600 урюпинцев. Несколько сотен. И я заметил, что когда отходит кто-то от своего полотенца, растеленного на песочке. Довольно крутой такой песчаный берег. И когда кто-то отходит от полотенца, растеленного на песочке. Вот сосед наш выкинул пачку пустую от сигарет. Вот не себе под ноги, где у него была его жена и ребенок. А отошел и бросил соседу. То есть они в высшей степени деликатные люди. И они бросают соседу, когда того нет. Вот. А тут приходит и бросает друг другу. Еще очень интересно, что рядом с нами стояли три девочки лет 12. И две из них очень громко матерились. Это вообще, знаете ли, еще вот интересная деталь. Я спрашивал всех урюпинцев, по крайней мере пять человек я спрашивал. Не видят ли они противоречия в том, что все до единого в крестах. Все в крестах. Все. Это поголовно. Нет, поголовно, Настя. Просто 100% людей с крестами. Они, в смысле, нательные кресты или вы тут? Нательные, нательные, нательные. Нательные православные русские кресты. Значит, вот 100% людей в крестах. И примерно половина из них при этом громко матерится. Вот я спрашиваю. Скажите, пожалуйста, говорил я с видом ученого. Не видите ли вы здесь противоречия? И многие озадаченно отходили с видом людей, которым есть над чем подумать. Вот видите. Вы приедете туда через два года, и там вы не услышите ни одного бранного слова. Или наоборот будут без крестов. Заранить зерно сомнений. Противоречие. Поразительно ведут себя интересно. Нашел там местную интеллигенцию. Я не знаю, может быть, они работают библиотекарями в школе или что. Пришла мама с дочкой. Вообще из 600 человек я нашел двух красивых женщин. Потому что красивые женщины случаются редко. Как правило, у Рюпинки макияжем не пренебрегая, злоупотребляют в такой степени, что и потом, когда они купаются, этот макияж чуть-чуть течет. И они похожи на усталых шлюх тетра, которых уже, знаете, уже макияж потек, уже такой вот. И поэтому все размазанные, такие глаза размазанные. И макияжа много, и он такой бывший макияж, в общем, короче. И я нашел двух красавиц, которые были абсолютно уместны, чистенькие, опрятненькие. Одна из них, очевидно, была местной интеллигенткой. Она не смотрела ни на кого и делала вид, что она вообще одна на пляже. Вот знаете, такой способ? Вот совсем одна. Да, такие бывают. Да, да, непреступренно. Она ни с кем не встретилась глазами ни разу. А другая была изумительного телосложения, которое я как с пультпор так ценю. Она была изумительного телосложения. И она отбрасывала так даже на ходу, отклячивала зад. Так очень красиво, необычайно женственно. И наоборот, наоборот, смотрела на всех. И вот я все пытался угадать, кем работает первая. Наверное, библиотекарем, мне кажется. И кем же работает вторая. Ну как, ваш журналистский интерес, вы не подошли, не спросили, не уточнили, кем они работают? Я боялся быть ложнопонятым, тем более я был супругой. Надо было послать супругу. Зря вы смотрели. Нет, а мы смотрим, вы нам рассказываете, а мы же время даром не теряем. Понимаете, мы зашли, набрали Урюпинск в гугле, смотрим картинки под ваши рассказы. Там везде на картинках какой-то козел с козликом. Это коза, которую надо потереть нос. Которую надо потереть нос. Дело в том, что Урюпинск, сам город, себя активно брендирует как столицу русской провинции. И они создают некие такие фетишизации козы. Это чтобы вернуться, что ли, туда, в Урюпинск надо потереть? И чтобы не вернуться, наоборот. Наоборот, чтобы счастье было, чтобы зажить по счастливому совершенно. По личному. Да, а скажите, нынче какой цвет в моде в Урюпинске? Там что носите сейчас? В Урюпинске обнаженность в основном в моде, потому что женщины стараются надеть как можно меньше юбки и как можно больше каблука. Одним словом, если каблук 15 сантиметров, то юбка тоже может быть 7. Вот они, у них, мне кажется, такое, знаете ли, есть правило, что выше 15 сантиметров нельзя ничего. И поэтому каблук длиннее юбки, существенно длиннее юбки. Вот и... Накрашенные губки. Сейчас это страшно в моде, чтобы юбки не было вовсе, а каблук был бы вместо юбки 15 сантиметров, такой огромный, гигантский. Да, ужасно интересно, что там зимой происходит. Зимой они, да, кстати, они все рассказывают нам о том, что жить в Москве невозможно. Да, я выслушал этот рассказ трижды. Я выслушал трижды рассказ о том, что положительное человеческое существо, гуманное и даже гуманоид, жить в таком месте, как Москва, не может. Однако же, потому что в Москве дожди, для них это как-то звучит страшно. Вот, и в Москве нет лета, и в Москве дожди, в Москве вообще скверно, и в Москве плохо, и люди в Москве злые, и все в Москве плохо. Но потом, когда ты обращаешь внимание на то, что все-таки в Москве розы красивее из-за дождей, а у них розы такие довольно чахлые, они их, наверное, не поливают, я не знаю, они тогда говорят «да-да-да». Вы знаете, мою манеру быть парадоксальным, я сначала уговариваю их, что в Москве плохо, потом уговариваю, что в Москве хорошо. А потом выезжаете на своей машине из-за угла. Нет, а потом опять уговариваю, что в Москве плохо, и так далее, и они непрерывно со мной соглашаются, и в этом, собственно, искусство разговора. Смотрите, не напаритесь там, Сергей, на какого-нибудь манипулятора, который убедит вас, что в Урюпинске лучше. Нет, тут единственные активные люди, которых я встретил, геодезисты из Москвы, они приехали на трех УАЗиках. Да, хотел еще, знаете, к Славе Урюпинска сказать быстро совсем секунду, когда они бывают нетрезвыми, я видел один банкет, они изумительно, дивно, дивно, непередаваемо красиво поют казачьи песни. Вот хотелось спросить, видели ли вы там самих казаков как-нибудь с ложным? Нет, 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 но когда они делаются нетрезвыми, они вдруг начинают так красиво петь казачьи песни, что можно чокнуться, я не мог отойти от кабака, в котором была компания. Так, представляете, как вы постояли, чуть нагнувшись и слушали. Я стоял, я стоял просто внимательней, при том, песни, которых мы не знаем, это вам не те, которые все знают, там, как на грозный телек, это аутентичные, настоящие, сокрушительно красивые казачьи песни. Стоит налить у Рюпинсу стакан, и он начинает петь что-то невероятно красивое. Но вы уже оттуда отбыли, и завтра вы нам про какое-то другое место расскажете. Да, завтра расскажу вам, если хотите, про астраканских ментов, это самая вредная разновидность существа на планете. Боже, прям как про каких-то комаров сказали. Нет, нет, да, спасибо вам большое, все, тогда до завтра, до связи. Путешествие по России. Сергей Доренко едет в Урюпинск. Далее со всеми остановками. Ежедневно, по будням. После 10 утра включение в утренний подъем. Подъем. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Маша Андреева сегодня с нами. Сергей, ну рассказывайте. Выздоровела, наконец-то. Да, здравствуйте. Вы знаете, я хочу рассказать сегодня про придорожных милиционеров, про дорожных милиционеров, особенно которые в Астраханской области летуют. И вы знаете, там уже выдумывают такие вещи странные, совсем небывалые. Такое ощущение, что сталкиваешься с украинским сержантом. Например, привожу пример, попробуйте себе представить. Есть поворот направо, и у этого поворота направо, куда-то в село, есть такие разгонные, разгонные такие ответвления, как бы, да. Ну, скажем, вот по 150 метров где-то, чуть больше обычных. И стоят в конце уже потом милиционеры, которые утверждают, что вы, увидев правый ряд, незаконно занимали левый ряд, и за это должны быть оштрафованы. А, то есть вы всегда должны вильнуть? Увидев, увидев, что есть поворот направо, и для этого съезд, ты должен был заехать в этот съезд, а уж после вернуться снова на трассу. Но вы их переубеждали же, Сергей? Вы знаете, я... Ваша сила убеждения, она как-то... Они нагромоздили там кучу машин, которые они остановили. Понимаете, что никто не уходит направо в эту разгонную дорожку. Все продолжают следовать по трассе. Они остановили там, может быть, 4 или 6 машин. И всем доказывали, что... Значит, но я аргументировал очень просто. Я сказал, понимаете, я не мог уйти в эту дорожку, потому что там, в этой дорожке, стоял ваш сотрудник, милиционер. И, кроме того, вы здесь нагромоздили кучу транспорта. Вы создали аварийную ситуацию, и вы нехорошие. И тут надо было видеть лицо этих... Вы должны были сказать, сейчас я вам выпишу штраф. Да, нет, Настя, это два лейтенанта на минуточку. И я сказал им, говорю, как вам не стыдно, что вы делаете, и так далее. И тут один из лейтенантов, сидящий в машине, сделал плаксивое лицо, честное слово, плаксивое лицо. Они оба такие пухленькие, такие в духе Винни-Пуха. И он сделал плаксивое лицо и сказал мне, Сергей Леонидович сказал мне, совершенно расплакавшись почти, он сказал, ведь не зарекайтесь, возможно, и вы, и ваш сын, и ваши родственники выйдут вот так вот когда-нибудь с палочкой на дорогу. Я чуть сам не расплакался, то есть он полагает судьбу милиционера разновидностью проклятия. То есть он говорил, от суммы и от тюрьмы не зарекайся, он переначал от судьбы дорожного милиционера, от гайца не зарекайся. Однажды ты тоже станешь гайцем. Вы рассказали, что в Москве за эту должность платят буквально десятками тысяч долларов. Наверное, тоже платят. Он сделал страшно плаксивое лицо и сказал, не зарекайтесь, Сергей Леонидович, однажды вы тоже станете гайцем. Познаете, каково это стоять, вот так и вроде. Страшно, Сергей. В других местах они очень профессионально, абсолютно профессионально принимают 300 рублей от легкового транспорта, потому что вам удается все равно превышать 90 км в час в пустыне. Ну как-то немного, 300 рублей, маленькая ставка, по-божески. Нет, нет, они просто 300 рублей принимают, подходят очень участливо, говоря, машина-то у вас мощная. Я ни разу не давал, кстати. А что вы делали? Вы не превышали или просто не давали? Со мной москвичи давали. Москвичи давали на 3 Митсу-Писи-Джи прошли, и они дали просто 300 рублей сразу. А помогают очень вежливо, подходят и страшно товарищески говорят, да машина-то у вас мощная, конечно, 90 км ехать не может, тем более тут по пустыне, да тем более тут прасса пустая. Мы все понимаем, мы все понимаем. А вы им что? А вы сите предоплату и, пожалуйста, не мешаете. Я им говорю, да и я понимаю, да и мы понимаем. Вот так они некоторое время мнутся, потому что им страшно неловко сказать, что, собственно говоря, нужно отдать деньги и ехать. А я говорю, ну давайте оформлять. И это их, конечно, сбивает с толку. Но надо еще видеть интересную вещь. Ребят, вот это интересно даже не автомобилистам. Что каждая машина, которая везет груз с овощами и фруктами, каждая платит таксу для ГАИ. Это просто как бы закон. И я пока оформлялся, я стоял и видел, как они заводят за угол водителей, потому что при мне неудобно было. Значит, там разговор такой. Подходит офицер к другому и говорит, вот он картошку везет, разберись. После этого возителя картошки уводят куда-то за угол. И потом, довольный, он ухмыляясь в усы, возвращается в машину. Дальше идет разговор. Вот, там, видимо, разница такса. Вот, он помидоры везет, разберись. И опять увозят помидорщика. И помидорщик, значит, платит таксу. А как вы думаете, индекс есть? Картошка там, например, 100 рублей, а помидоры 200. Как вы думаете? Есть какая-то зависимость? Я спросил, я встречался в Астрахани с председателем правительства Астраханской области, который там у них называется глава администрации. То есть, это второй человек в области после губернатора. И я спросил, сколько стоят помидоры у них в Астрахани на поле, прямо у фермера. Вот если покупаете фермера, не падайте, 1 рубль 80 копеек. Сергей, а хотите, я ведомости сегодня, во-первых, вот это вот фитоконтроль для поддержанных автомобилей вступил с сегодняшнего дня в силу. И ведомости очень услужливо перечень под карантинной продукцией вывесили вообще на сайт. Так вот, ну, картофель, репа, свекла и все такое, и козлобородник тоже входит в этот список. Свекла, свекла, да. Я думаю, что они, может быть, пытаются выполнить, может быть, каким-то образом помочь. Нет, они абсолютно холодные к фитоконтролю. Они не исключительно только купюры принимают, больше ничего. И вот я вам говорю, что помидоры сейчас на поле у крестьянина в Астрахани, у фермера стоят за килограмм 1 рубль 80 копеек. Кстати, а сколько в Москве вы платите за помидоры примерно хотя бы? А смотря какие, если такие розовые, большие, очень вкусные. Они больше 100 рублей стоят. Около 200, я бы сказала, килограмм, а черри стоит 300 грамм 45 рублей, а в среднем 100 рублей стоит килограмм. Вот они рубль 80. Теперь скажите, он говорит, я звоню в правительство Москвы, прошу, пришлите прямой караван под охраной автоматчиков. С помидорами? Прямой караван из Москвы, и мы в Москву поставим фрукты по рубль 80, эти овощи по рубль 80. Приезжает, говорит, какой-то чеченец опять. То есть, так, в принципе, весь транзит держат ГАИ и ГАИ, вот, ну, несколько организаций. Значит, весь транзит овощей держат ГАИ, дагестанцы и азербайджанцы. Поэтому это перебороть нельзя, потому что если ты пытаешься это перебороть, начинается стрельба. И поэтому, вот, правительство Астраханской области просит Москву прислать с ротой автоматчиков какой-нибудь караван. Чтобы миновать эту азербайджанско-дагестанско-гаишную мафию. Но, он, говорит, очень смешно, адресовали мне чеченцев. Так что, говорит, я, говорит, понял, что выхода нет никакого. Поэтому придется мириться с тем, что есть. Вот так на дорогах, вот так на дорогах живем. Сергей, скажите, пожалуйста, а что с погодой? Я вчера слышала, в Астрахани плюс 55. Как там у вас, где вы находитесь? Нет, это неправда. 38 показывает мой термометр в машине от асфальта. 38. Но тоже немало. Нет, наверное, Астрахань так прибедняется специально перед центром, чтобы им каких-то дополнительных денег дали. Астрахань любит деньги, они тут Кремль ремонтируют. И Астрахань такое место вымогательское в этом смысле. Вот ГАИ очень показательно. И когда мне сказали здесь ученые люди в Астрахани, что они готовы показать мне золото сарматов, я очень невежливо предположил, что сарматы, когда они проходили через Астрахань, вынужденно платили тогдашним гаишникам. Поэтому золото сарматов есть признак вымогательства в Астрахани еще в ту пору. Сергей, а знаете, мы тут подумали еще, вот Туркмения же собирается поставлять газ для Набука. Мы подумали, что в этом частично виноваты и вы. Вас посол Туркмении звал, к себе звал, вы не поехали, а поехали по России. Вот результат. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Не смогли убедиться. Ну что, теперь в Астрахани, кстати, Газпром и Лукойл властвуют, владеют этим городом, кроме местной администрации гаишников, дагестанцев и азербайджанцев, владеет Газпром и Лукойл. Видите, как много институтов там все-таки, Сергей. Все-таки почти что демократия настоящая. Много институтов, говорю, всяких. Нет, послушайте, в Астрахани примечательны культурные легенды, что они ограбили сарматов по пути, когда сарматы бедные шли и вынуждены были откупаться. Это раз. Второе, что в Астрахани непрерывно топили княжну. И за каждым поворотом, каждый из рек в Дельте-Волге вам показывают точку, где именно утопили княжну. Да, 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 конечно, да. Да. Третье, малоизвестное астраханцам, они это вытесняют из сознания, подобно детям. Это что их... Во-первых, у них, да, это они помнят, что у них Марина Мнишек лютовала страшно, закатывала страшные пьяные оргии. И еще связанный с женщинами эпизод, который они вытесняют из своей памяти, что одна из астраханских женщин заманила и теплого в постели сдала солдатам кеньку разина. И таким образом... Да, то есть она его заманила к себе на вечерок и тут же вызвала солдат. Да, очень... Сергей, у нас тут сейчас уже пробки, мы должны начинать. Еще последнее скажу, что через сайт нам написали, Настя, да вы что, астраханские помидоры сейчас на базаре в Москве от 60 до 80 рублей стоят. Ну вот, видите, всего ничего, они стоят за рубль 80 на поле вас. Привезите нам, Сергей, привезите нам. Спасибо. На пробку. Спасибо. Путешествие по России. Сергей Доренко едет в Урюпинск. Далее со всеми остановками. Ежедневно. По будням. После 10 утра. Включение в утренний подъем. Подъем. А мы решили не брать уже никаких тем, потому что самое интересное, конечно же, это то, что Сергей нам собирался рассказать про базы. Здравствуйте, Сергей, вы уже на линии. Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро, мы с Марией Андреевой сегодня. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Я подготовил такой, знаете, срез баз. Базы самые дорогие, которые мне довелось увидеть, и которые мне были рекомендованы установленными лицами в губерниях, они стоят примерно до общая цена счета в день до 15 тысяч рублей. А это набегает... На человека? А? На человека или на несколько человек? 15 тысяч рублей, ну, за домик, за номер как-то. Да, 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 да. Смотрите как, вы за номер платите, а это такая избушка на курьих ножках, вы платите за этот домик 8, 10, и даже в них 20 тысяч рублей, это с четырьмя спаленками. Но все это правда не стоит они, вот они, значит, говорят, что цена 20 тысяч, но правда никого нет. Вот. И 8 тысяч, дальше потом обеды, всякие ужины, и все такое забегает, еще на 3, вот 11, потом остальное всякими скутерами, и всевозможными катерами, вот 15 примерно в день вы платите. Но и дальше, самые дешевые, например, 2 500, тоже не очень дешево. 2 500 это абсолютно убогое строение, в котором давно-давно развалившаяся кровать от фирмы IKEA за 4 тысячи, вы можете видеть такую в IKEA на Ленинградке, но только она уже сломалась. И, ну, правда, есть душ, нагреватель, и нагреватель... За 2 500 в сутки рублей? Да, 2 500. А? 2 500 что, тысячи рублей в сутки номер? Это какой-то, ну, такой убогонький, но все-таки с кондиционером и с теплой водой 2 500 рублей, а шикарные, вот, куда вас привозят сановные империи, такие вот сатрапы, это до 15 тысяч рублей, и показывают дома тоже за 20, но там, правда, никто не живет. Вот. Но это, значит, что касается цен. Цены абсурдные, абсолютно ни на что не похожие, абсолютно запредельно... То есть, как бы они говорят вам, вы для того, чтобы защитить свою честь и достоинство, то есть не спать в пивете где-то, и не быть оплеванным и ограбленным милиционерами, вы должны заплатить за предельную сумму, потому что вы в России. А ваша оценка какая? Вы бы сколько дали за такой номер или за такой домик? Который 15, я бы дал, может быть, 150 долларов. Я бы дал 150 долларов, но, учитывая... Это вот, если бы я был в этот день щедр необычно, если бы в этот день меня, знаете, может быть, даже не совсем трезвый и дико щедрый, предрасположенный к гусарству, я бы дал за него, может быть, за 4,5, даже и 5 тысяч. Понятно. Вот. Но 15, конечно, это запредельно. Теперь еще обращают на себя внимание очень интересная вещь, это обслуживание. Вот реально проблема огромная, потому что там, где с вас берут по 15 тысяч, когда вы, например, приходите на дебаркадер купаться, и вы единственный клиент во всем заведении, вообще никого больше на этой базе нет, но она экстремально дорогая, и туда наведывается губернатор, и поэтому, в общем, сказать, там никого, кроме тебя, нет. Так вот, когда ты приходишь на дебаркадер купаться, зная, что ты единственный клиент, вдруг обнаруживается директор, попыхивающий сигаретой в твою сторону, потом прибегают веселые гурьбой официанты, потом прибегают веселые гурьбой полуобнаженные егеря. И что, начинают на вас смотреть? А, понимаете, вот в Турции обслуживающий персонал исчезает при твоем виде. В Хилтоне, например, Рангали Хилтон на Мальдивах, они вообще, там принцип, что они должны прятаться, то есть ты не должен видеть никого, ты должен жить как Робинзон, но все должно само делаться. Здесь наоборот, ты только выходишь на дебаркадер, как тебя окружает веселая толпа официантов, которые с разгону прыгают мимо тебя, и директор пыхтит сигареты, и все закуривают дружно, и как бы они создают такое ощущение... Чтобы вы себя одиноко не чувствовали, Сергей. Да-да-да, товарищество такое, за 15 тысяч рублей в сутки, понимаете? И они кричат моему сыну, ну, давай, бегай за официантами. Да? А официанты не спрашивают, будете ли вы что-нибудь пить, напитки, это их любимые? Нет, официанты потом садятся вечером дружно ужинать, один из них обслуживает тебя, а остальные все садятся дружно ужинать в пяти метрах за столиком, одновременно с клиентом. При этом они постоянно переключают телевизор сами, то есть дистанционка у них, и они переключают телевизор. А что нынче смотрят официанты, какой канал, в предпочтении? Они смотрят, я их не различаю, эти каналы, мне боюсь, что я совсем не сведущ в этом пласте культуры, и они что-то такое смотрят. Они смотрят сериалы страшно увлеченно, переходя куда-то еще в момент рекламы, но именно еще раз, я плачу 15 тысяч, я сажусь в ресторане, я разделяю общество веселой гурьбы официантов и обслуги, которые при этом смотрят телевизор и пульт у них, то есть они листают каналы, не у меня, понимаете? Вы же с ним в гости приехали, Сергей, все правильно. Уровень обслуживания запредельно низкий за любую сумму. Когда вы приезжаете на другую базу, где домик стоит 20 тысяч, вы говорите, зачем так много спален, директор при моей супруге считает должным пошутить о том, что он спит не только с женой, но и с девками. И при вашей же сыне, да, естественно. Это веселая шутка этого седовласого мужа при моем сыне и при моей супруге показывает, что он благорасположен ко мне. Один словом, обслуживающий персонал, если суммировать, обслуживающий персонал вообще не понимает, что такое обслуживать. Вообще не понимает. То есть они колхозники, которые засовывают палец по локоть в нос, они рыгают и засовывают палец по локоть в нос, и они считают, что это настолько мило и обворожительно, что меня это, конечно, обрадует. Сергей, вопрос возникает тут же. За счет чего они существуют? Они существуют за счет болванов, которые не знают, где Домодедово и где Шереметьево. Понятно. Я клянусь вам, единственное оправдание существования этих претеннистических баз отдыха, это болваны, которые совсем не знают о существовании Домодедова и Шереметьева. Сергей, ну хоть что-то вам нравится в вашем путешествии? Вы знаете, я теперь понял, что я... Последнее, что я видел, и что вас совсем потрясет, я пытался снять на айфон, это люди у переправы на Бакалде в Волгограде. Переправа на Бакалде, это поскольку там мост строят. Я проехал мост нелегально, кстати, за 200 рублей. Охрана позволяет ездить по непринятому мосту за 200 рублей через Волгу. Но так же я поехал сначала в переправе на Бакалде узнать, когда будет паром. И увидел, что леди и джентльмены загорают, внимание, загорают между кучами пластиковых бутылок. То есть собранный мусор сдвинут в сторону, они раздвигают телами мусор и ложатся прямо в мусор. Видите, все-таки остались какие-то, они же не на мусор прямо ложатся. Если бы на мусор было бы совсем... Это следующая ступень. Знаете, к чему дело движется? К тому, что мусор будет признан такой, как бы это сказать, форма бенигна. Форма бенигна, то есть легкой формой загрязнения. Рельефа, я думаю, это будет признанной легкой формой рельефа. На карте скоро будет печать. Люди будут спрашивать друг друга, вам нравится, например, загорать среди коричневых бутылок или, например, каких-то более белесых. Вот. То есть это уже будет просто характерным таким, как вы на черных пляжах какого-нибудь вулкана на Кабу-Верде. Вы можете поехать на остров Илли-де-Фогу и там загорать на черных песках. А тут будет такой, знаете, роскошь загорать среди коричневых бутылок. Да, Сергей, а где же вы теперь будете останавливаться, если у вас так... Вы не поверите, я остановился в гостинице Бориса Глебска. Теперь уже. Это довольно близко. Это 600 километров от Москвы. Там нянечки погнались за нами в коридоре, чтобы пересчитать, не украли ли по полотенце. Вот. Это очень милые люди, правда. Но, правда, это единственная такая очень чистая была гостиница с полуразрушенными тоже советскими кроватями. Но, опять же, с кондиционерами. Надо отдать им должное. И рядом в магазине уже продавались французские сыры. Это веяние столицы. Да, 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 чувствуется, конечно, сразу. Да. Вот. Я, честно говоря, завтра еще сделаю вам включение, потому что я завтра намерен приехать в Москву. А уже послезавтра я намерен приехать в Домодедово. Потому что у меня еще неделя отпуска. А я думала, вы намерены приехать к нам в редакции. Уже у нас так... Мы так приглянулись. Д-М-Е. Д-М-Е. Домодедово, да. Потому что это, конечно, опыт вот этого. Будете нам из-за границы звонить, Сергей? Рассказать, как там здорово. Нет, нет, нет. Завтра суммирующий репортаж и некоторые новые подлости милиции, которые я обнаружил, когда они снимают знак о прекращении ограничений, например, специально, чтобы поймать вас. Люди настолько стали хорошо ездить, что менты теперь подличают, чтобы вас поймать. Это завтра. Вот так, человеческий материал портится. Спасибо вам большое, Сергей. Спасибо, до свидания. До свидания. Путешествие по России. Сергей Доренко едет в Урюпинск. Далее со всеми остановками. Ежедневно. По будням. После 10 утра. Включение в утренний подъем. Подъем. Сергей, вы с нами уже на линии. Здравствуйте. Здравствуйте. В это трудно поверить. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, у вас такой умиротворенный сейчас голос. Ой, умиротворенный, потому что я добрался. Я ночью приехал, наконец, из тех этих Урюпинсков. Слушайте, я хотел, то, что обещал вчера, рассказать про новые хитрости милиционеров. Ну, например, они делают следующее. Снимают знак, например, обгон запрещен и сплошная черта. И так несколько тысяч километров или сотен километров ты идешь, и когда потом снятие ограничения, и идет прерывистая черта. Да. Я видел, как в Воронежской области они сняли знак, там есть постамент от знака, но там нет больше знака. И они сняли знак, и потом приловчились там ловить за это. То есть они идут уже теперь на откровенную подлость. Специально подставляют тебя в ситуацию, когда ты говоришь, да, но уже пошла прерывистая, так как всегда это означает, что можно обгонять. Они говорят, да, но действие знака продолжается столько-то там метров. Так а знак-то нет. Они ставят ловушки. Простите, знака нету, знака нет. Нет, знак обгон запрещен был прежде, и начиналась сплошная. Потом пошла прерывистая, и всегда в этот момент стоит знак прекращения действия того знака. Понятно. Но они просто его снимают, и ты по прерывистой начинаешь обгонять, и они тебе объясняют, что вот это, извини, но это вот такая ловушка, да. И что в меня это, насколько страшно это преступление? Ну, это нарушение знака, то есть это не крещение сплошное. Станет на 100 рублей, нет? Ну, все-таки не знаю, потому что я сделал им внушение, апеллируя к совести, говорил им, что они абсолютно бесстыжие люди. И они вот... Они при этом густо краснели. Нет, они отдали мне документы. Но еще второе место, второе место, где я видел, где они ставят 70, 50, 30 в связи с ремонтными работами, очень далеко от ремонтных работ, совсем далеко. И человек едет 30, ну, представляете себе, да? Да, да. Температура там плюс 38 за бортом, ты ползешь 30 по уже готовому асфальту, ремонтных работ никаких нет, километр. И в какой-то момент ты понимаешь, что тебя надули, никаких ремонтных работ нет. Начинаешь прибавлять, и тут они стоят, и обнаруживаются еще вдобавоке ремонтные работы. Да, вот ремонтные работы, а вот милиционеры. И они говорят, ну, как же вы вот не собираясь? Ты говоришь, ну, зачем же ехать полтора километра, 30 километров в час? А, не что? Ну, а вот так вот это для того, чтобы... Для вашей безопасности. Для вашей безопасности, да-да-да-да. Вот, я здесь вижу вот какое явление, я все-таки склонен обобщать. Мне кажется, что милиционеры теперь себя чувствуют очень плохо, потому что их сделалось очень много, их много просто расплодилось. Мы завели излишнее количество милиционеров, понимаете? Мы завели милиционеров, сколько нам не надо. И они привыкли к тому, что мы ездим как-то дико и прочее. Но после повышения цен на нарушения и после существенных вот этих отъемов прав на 4 месяца за пересечение сплошной и так далее, правда, люди стали ездить намного культурнее, намного, просто в разы культурнее. После чего милиционеры, которые уже привыкли к какому-то достатку, к какому-то образу жизни, они понимают, начинают звереть, потому что штрафовать некого. И они начинают, поскольку штрафовать некого, а уровень жизни обеспечивать надо, они начинают выдумывать подлости. Как-то рисуют по 10 километров сплошной черты, что ты вот или сдох там в этой колбасе за каким-нибудь коптящим дизелем, или все-таки нарушил. Или вот такие подлости, как снимают знак нарочно и так далее. То есть милиционер, убедившись, что мы соблюдаем правила дорожного движения и что нас больше не за что прищучить, начинает заниматься откровенной наглой подлостью, превращается в подлое сословие. Вот в этом проблема серьезная. Мне кажется, это знаете, Маша и Настя, это как оголодавшие кондотьеры, когда город прекратил платить сольдо за кондотто, и оголодавшие кондотьеры пускаются грабить уже собственных хозяев. Понимаете? Ну да, да, да. А что же, а какой выход-то теперь? Вы как представляете себе? Нет, просто я знаю, что это будет развиваться. Это очевиднейшим образом будет развиваться. Каждый из нас может стать милиционером, как вам сказали, по-моему, вчера. Это нельзя зарекаться. Поэтому самое в пределе эта ситуация рисуется совершенно ужасающе, когда все ходят в форме, не отдают честь друг другу, потому что по новым правилам, и просят друг другу денег. Поскольку возникнет братство, будет новая форма, поскольку все будем там... Они обнаруживают странную вещь, их не устраивает русский гражданин, который соблюдает законы. Русский гражданин, который соблюдает законы, для них принципиально обидное явление. Поэтому, когда ты не соблюдаешь законы, они тебе начинают выдумывать подлости и говорят там... О, вот попался, вот попался. Сергей, ну вот а как? Вас-то, наверное, узнают и отпускают. Видят еще, берут документы, даже если не узнают, фамилию узнают. Ну, конечно, еще одна интересная вещь. Охотятся и в особенности теперь на богатые машины. Конечно. Если прежде... Нет. Да, и раньше так было. По-моему, это, естественно, если бы я стала горишником, я бы тоже охотилась только на богатые. Нет, второе время они боялись подойти. Да вы что, это давно так идет, такая тенденция. Не правда, они же выбирают, кого останавливать даже, не всех подрядчиков. Я поэтому свой третий гольф и не меняю, Сергей, чтобы меня пореже останавливали. Вчера я видел, как они раздевали хозяина Бентли, 26-й регион из Ставропольского края на Бентли. Вы уверены, что хозяин ехал, а не водитель? Может быть, ехал водитель, может быть, ехал хозяин. Но в старое время, серьезно говорю, вот это правда, они боялись совсем крутых машин, потому что они понимали, что там сенатор или министр, или человек, который сопьет его в порошок. Вот степень озверения ментов такова и степень безнаказанности, что они теперь, наоборот, выбирают, кого спровоцировать, именно побогаче, чтобы сразу рубануть штуку баксов минимум. То есть они понимают, что с такого возьмешь пятерочку, а с Бентли можно тридцаточку срубить. Вот здесь тоже это очень видно, это очень видно. И когда я говорю с сановниками местными, я встречался с местными сановниками там на Волге, они разводят руками и говорят, ну это неискоренимо, ну это неискоренимо. То есть они по существу де-факто тоже легализуют это. Ну да, конечно. А если у вас есть еще секунда? Да, есть, конечно. Я припасла сегодня в Известие на последней полосе, дети уже все в школах, так что я могу, наверное, зачитать. Вчера утром в Барнауле сотрудники ГИБДД, наверное, впервые за свою службу, были поставлены в тупик. К КПП подошел мужчина средних лет, но показал совсем даже не водительские права, он взял просто и разделся, причем догола. Но это все еще было, но не так смешно, просто мне стало смешно в какой-то момент, когда было написано, свидетель описывает. Вот он размахивал руками, все начали вылезать из машин, снимать на его на фотокамеры мобильников. Тогда мужик начал снимать трусы, и милиционер, который стоял в дверях КПП, как вы думаете, что он сделал? Разделся в ответ. Нет, он захохотал и убежал в здание. Представляете, это так трогательно. А мужик постоял и начал неторопливо одеваться, причем в первую очередь он надел не трусы, а пиджак. Ну, неважно. А потом у ГИБДДшника, корреспондент, спрашивает, ну, а вы-то чего не предприняли ничего? А он говорит, а это не моя работа, он же не пьяный, во-первых, никого не оскорблял. Из автомобиля. Как это он оскорблял, оскорблял, оскорблял. Неприличных жестов не делал, правильно? Надо еще жесты сделать. Мы вызвали патруль ППС, он расхохотавшийся, оказывается, побежал 02 звонить. Но мужик его не дождался, побоялся, оделся и убежал. На вопрос, почему же гаечники сами не задержали стриптизера, сотрудник ДПС ответил, так он правила дорожного движения не нарушал. Его поступок хулиганство, а хулиганов задерживают. Патрульно-постовая служба. Это помните вопрос, когда стреляли, там что-то грабили, а он стоял и регулировал дальше. В общем, они нет, они забавные, они все еще люди, они все еще люди, озверевшие кондотьеры, но люди. И они, когда я, например, принялся упрекать воронежских ментов в том, что они абсолютно бесстыжие и приставалы, они, во-первых, отдали мне документы, а во-вторых, именно этими терминами, да, абсолютно бесстыжие и приставалы. И, во-вторых, один сказал другому, нахмурившись, все, поехали отсюда. Это там, где вот была... Все, Сергей, ваши силы убеждения превосходят все. Мы должны уже пробки обсудить немножко. Спасибо. Все, до свидания. Пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока-